Всем привет! Давно мы не выпускали видеоролики. Не было совсем времени ни снимать, ни монтировать. С мая месяца у нас были проблемы с телятами, с коровами. В общем, с мая месяца мы маялись. Сейчас стало полегче, поэтому, надеюсь, буду чаще снимать, чаще выкладывать ролики. Ну а пока будут выходить видео, которое я снимала еще в мае. Уже немного неактуальные, но все равно выпущу. Так что смотрите дальше видео. Что у тебя случилось? Нашел металлолом. А, ничего себе! На поле? Тут? Ну, ничего не сломал? Нет. Ну, хорошо. Не знаю, что в это. Капец. Я там еще камень нашла большой. Ага. Все равно комки. Ну, нам нужна дисковая барана, более тяжелая, чтобы разбивать целину, да? Ага. Этой у нас легкая барана, она плохо разбивает. Это я прошел дисками два следа. Сначала я ходил вдоль пахоты, потому что по глыбам трясло очень сильно, поэтому я вдоль прошел первый след. Второй след по диагонали. Прошел под углом. Дисками. А сейчас навесил культиватор лапчатый. И им сейчас тоже хожу по диагонали. Противоположной диагонали. По диагонали к пахоте я имею в виду. Как пахал. Пахал вот так вот. А сейчас вот так хожу. Это не просто поле обычное, которое пропахал, проборонил и посеял. Это поле, на котором росли елки. Поэтому после того, как пропахал, после того, как проборонил дисковой бараной, культиватором, еще вот находим вот такие вот корни. И вот эти корни еще таскаем с пахоты. Таскаем в сторону. Вот там кучи. Вова сейчас культиватором проходит. И частично вытаскивает корни тоже на обочину, так скажем. Вот такие корни еще вытаскиваются. Но корни не все, естественно, вытаскиваются. Мы с мамой еще носим их. Таскаем с поля эти корни. Вот. Таскаем с пахоты. Получается, уже проборонил, но как бы по диагонали я приезжаю. И там, выезжая на межу, поднимаю вон оно. И вот эти корешки все на меже остаются. Которые баранец не вестят. Ага. Вот так я проборонил, уже ровно трактор идет. Это уже четвертый день обработки почвы. Четвертый день мы готовим это поле к пассивной. Вот так. Вот что значит тяжелая почва. Вот что значит поле, зарастающее елками. Ну и нехватка тяжелой техники. Мы обрабатываем поле своими силами, своими агрегатами, которые у нас есть в хозяйстве. Поэтому, может быть, получается дольше. Но пока у нас есть только легкая дисковая барана, приходится повозиться. Ну вот получается половину вовы сборонил, уже зубовой бараной. Осталась еще половина и будем сеять. Коров немного подвинули, электропастух, чтобы достать сейлку. Сейлка у нас тут стояла на зимовке под баннером. Сейчас от Вова ее подцепит. Так, у нас сейчас тут максимально узко. Как-то надо еще вписаться. Там поедем по... Ну ладно. И тут, похоже, дрова мы не проедем. Хотя, может и проедет. Может, лучше будет забаранивать? И закрывать? Смотри, самый любопытный этот... Марсик. Помощник. Да, Марсик, без тебя никак не разберемся. Заправляем сейлку семенами с вечера. Только вспомнить бы, какие там семена. Нету. Разнотраги. Разнотраги. Бася, беги! Бася лёг, Вова, лежачих не бьют! Ой, смех над вами, девчонки! Всё, все пошли к коту! Смотри, у кота-то как будто бы это граница, оградительная линия, которая защищает его от тёлок! Они её не переходят! Смех над вами, девчонки! Ой, смех! Малина уже прошла! Ну чё, Вася, всё, тебе кранты? Ты только не лежи его, Малина! Ну что, испугалась? Все разбежались в разные стороны! Ну, прям увесился ленточками! Не копать написано! Не копать, да! Мы начинаем посевную в 2023! Опа! Тут у нас овёс насыпан! Сверху клевер, внизу кровосмесь! Вот, смотри! Вот эти шестерни все должны крутиться! Вот эти вот цепи и вот эти шестерни! Да! Так, поехали! Угу! У Люка, конечно, но у нас сухо. В этом году по сухому съем. Сейчас будет самый сложный участок, вот этот вот. Здесь больше всего корней. Я хожу их все собираю, собираю, никак все корни не могу собрать. Все равно они есть, все равно они торчат вон из земли. Вот от этого столба до середины, наверное, вот так вот между столбами этот участок самый тяжелый. Потому что здесь куча корней. И сколько бы мы ни убирали, они все равно здесь находятся. Все равно они и здесь есть. Вот Вова сеет, вроде там все хорошо у него. Все работает в сеялке. Поэтому я пошла пособирать еще корни. В этом году УАЗик мы не используем. Вова приехал на машине с прицепом. Привез овес. Пол поля посеяли. Осталось еще половина, но овса осталось мало. Надо еще ехать за овсом. Продолжаем нашу посевную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, Вова заканчивает посевную Субтитры сделал DimaTorzok Вот оно, наше поле с овсом Овес совсем коротенький Сейчас подойду Вот такой нынче у нас овес Вот что значит засуха, засушливое лето Он коротенький И уже образовал метелки Не знаю, сможем ли мы что-то скосить здесь В этом году И собрать Ну, что-то, наверное, скосим Субтитры сделал DimaTorzok